Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Еще раз с вами по-прежнему Годхант и Каспер. Мы уже вам надоели, мы уже и друг другу надоесть успели, в принципе, за столь продолжительное время. У нас решающая пятая карта противостояния Полоров и Пауэр Рейнджерс. Да, пятая карточка. Не смогло все решиться быстро и в одну сторону. Ребята решили свести все, кочные ставки, так сказать. Вот здесь стоило вот эти четыре игры катать. Взяли бы одну карточку, быстренько зарубились и все. Бо-1 рулетка. А сейчас типа не рулетка. А сейчас типа не рулетка. Два-два типа и третья. Да им повезло. Была бы Бо-7, там бы у них уже все закончилось, мы бы их раскатали. Ни одной стратегии бы в запасе не осталось. Да. Так, ну ладно, составы на ваших экранах только что были. Вот они, драфты. И Паэром отдают СФа спустя столь долгое время, потому что на протяжении четырех карт его банили. Банили его, банили Виспа. Да, я вижу СФа, я вижу Шейкера. Я не удивлюсь, если в качестве керри появится какой-то Снайпер. Мне вот он очень нравится под Шейкера. Вот реально отрезает фиссуры. Снайпер! Под Момом вот это, из-за баррикады настреливает. Ну и смотри, тролль Варлорд Рубик от Поларов. Тролля мы уже видели. Честно, меня не очень впечатлил тролль. Совсем не впечатлил, я бы даже сказал. Причем это был тролль под Эмпауэром, с Магнусом. То есть просто бы тролль впечатлил еще меньше. Еще меньше бы впечатлил, именно. Лич. Я бы Магнуса убирал, если появится такая возможность. Либо забирал на уфлейн. Не знаю, но он, если появится, под чайничек и топорики очень-очень-очень не очень будет смотреться. Для пэров, конечно же. Вообще, Лич, возможно, неспроста брался. С одной стороны, получается достаточно такие, ну не могу сказать, что пассивные суппорты, все-таки рейнджовые суппорты, они могут быть по определению такими агрессорами, давить. Но интересно именно использование, потому что ФНГ может сейчас отправиться на Личе просто нянчить тролля в сложное. И, возможно, так и будет. То есть Рубик пойдет там на отводах, например, заниматься какими-то своими суппортными делами на легкой линии. Вопрос, с кем будет там сидеть Рубик, и кто будет стоять в миде, если тролля отправят, как тогда, в оффлейн. То есть пока еще вопросов действительно слишком много. Потому что в миде будет стоять у нас Шадоу Финт, тут все очень понятно. Шейкер будет его и охранять. А что ты думаешь, на Изи не может пойти? Вряд ли. Вряд ли, вряд ли на Изи Лейн отправят СФ. Бестмастер появляется у ПРов. Ну и это на самом деле очень важный момент, потому что по ларам сейчас нужно добрать еще несколько, ну, таких кор-героев, которых действительно будет нужно остановить. Потому что, как обычно, вот как у нас в предыдущей игре было. Есть один антимаг, все, его законтролили. Акс прыгает, Бестмастер прыгает, Апаришн прыгает. Фейслес Войд появляется у нас. То есть тут тоже пацаны по хардкору решили зайти. Фейслес Войденко? Фейслес Войденко, скорее всего, именно. Ну тогда у нас что, получается, тролль, варлорд, фобосенка? Либо Лич, подожди, Лич с кем-то даблмит, будет поджирать крипов. Не, я же говорю, Лич может пойти в оффлейн, вот как в стиле Габлака. Спокойненько. Ну это бейбисид такой себе. То есть он просто пушит линию в свою сторону и спокойненько... Спокойненько Войд добивает криповичков, получает экспу. Это, ну, идея, в принципе, толковая. Но реализацию мы поглядим, будут ли они делать именно так. Пэры, четвертый пик. Вопрос еще касательно бестмастера. Тут-то, я думаю, вряд ли ребята будут играть через суппорт бестмастера. Это, скорее всего, вычешерский код на БМе. Сложный. То есть еще остается вопрос с суппортом открыт и с керри-героем. Сори, Вайпер. Да, теперь, слушай, теперь, возможно, стоит задуматься над тем, что именно Вайпер отправится. Хотя... Не, я бы Вайпер отправил в мид все-таки. Мне кажется, он там себя чувствует довольно-таки комфортно. И по ластхиту у него не должно быть проблем за счет пассивочки. Минус Вич-доктор. У нас делается... Почему Вич-доктор? Ну, вроде как телекинез есть, чайничек есть. Фейсли Свойд тоже может контрить. Ну, а тут Магнус, про который мы тоже уже вспоминали. Ну что, снова Виномансер? Виномансер в мид. Агрессивные трипла, тролль, лич, Рубик и Фейсли Свойд на изи. Ты просто так сказал, агрессивная трипла, тролль, Рубик, Лич, Фейсли Свойд на изи. Думаю, что-то их четверо и что-то они... Это перебор уже, вроде бы, да. Нормально все. Немножко. Немножко слишком высокая концентрация героев на одной линии. Какой ближайший фильм выходит у Марвел? Там Мстители, наверное. Какие-то там. Хочу посмотреть что-нибудь. Давно не смотрел ничего подобного. Я уже не знаю, столько этих фильмов вышло после нее время. Непонятных. Нормальных-то не так много. Нормальных совсем не так много. Там один-два, может быть, за месяц. Брюмастер. Ну, это дефолтик довольно-таки такой. Асус Полар. Ничего удивительного здесь нет. Фобос уже катал сегодня на Брюмастере. Правда, проиграл. Чен. А это Пуш. Ну, блин, нет смысла затягивать. Нет, есть смысл затягивать с Ченом, если ты собираешь аганим, захватываешься големов и так далее. Но... У нас рамка гейминг продолжается. Ох уж эти режиссеры. Ох уж эти режиссеры. Так, ну что ж, поехали, друзья. Поглядим, что у нас будет происходить на последней карте. Уже 100% последней. И Лидан на тролле. Лил на Рубике. ФНГ на Личе. Мак на Фейслес Войде. И Фобос на Брюмастере. Ну и команда Пауэррэйнджерс. Дитяра. Вайпер. Санэйка. На Чене. Джеймс. Эрсшейкер. Все что-то происходит в смоке просто. Ну так, это стандартные действия, когда у команды противника есть Чен. То есть они идут блочить спауны. Это, по сути, обычные, незамысловатые движения. Тело движения. Тут, кстати, сейчас могут Вайперу тело подвигать. Если они пойдут, правда, вниз, будет хреново, потому что Вайпер их увидит. Нет, Вайпер их не увидит, а они туда не пошли. Они его, в принципе, увидят. Они просто ровно будут контролить. Ну вот, кстати, видишь, Шейкер обвел, где находится враг, и он на 100% угадал. Санэйку посмотрел, 52 игры Na'Vi. Хочет в Na'Vi, походу. Не? Где-то что-то есть на Вишне. А, вот нашел, да, 52 игры. Слушай, у меня, кстати, с такими темпами... А ну, сейчас, секунду. Прошу прощения за этот пиар, но... 900 уже есть? 900! Просто... Что это за твое лицо? Что это за прикол? А это сундуки, которые и мортальные, и обычные. 900 матчей! Ты понимаешь? Просто круглое число какое-то. Просто финишная прямая до 1000. И что после 1000? GIF 1K. Я не знаю. 1001. 1001, окей. 1000 и 1 ночь с Каспером. 1000 и 1 игра. Ладно, смотрим. Брю в Медле против SF. Редко Фоба скачается через пивко, хотя против SF это довольно-таки полезно, потому что для SF Last Hits это чуть ли не самое важное, что может быть. Смотри, как он его прогнал. Ты видел это? Он просто пришел и прогнал его? Он пришел, топнул на него и прогнал. Смотри, Чен сделал грамотный мув, он просто ушел в чужой лес. Ну, правильно. Так, а при этом ребята-то ему не особо-то и блочили. Все, ну, поставили вард. Ну, окей. При этом вард просто смотреть, что там происходит. Чен в лесу. Да, он пока что вроде бы силен. Сейчас, сейчас дочка будет. Что там, что там, что там происходит? А я в столовку накаляю. Опять нагнетает паникер, истеричка. В смысле? Все, опять ты такой, что ты сказал, сейчас что-то происходит там, а ты переключаешься, а ничего нет. В который раз это уже происходит? Вот в чем дело. R-разводняк. Это даже какой-то совсем разводняк получается. Ты каждый раз ведешься. Когда-то это прекратится. Когда, да. Смотри, смотри, там, маг бычет. Причем, слушай, сейчас тут добычится, сейчас это просто будет ферсблат. Да, это ФБ. Прикольненько. Маг, конечно, тоже, скорее всего. Он прыгнет на волки, наверное. Мансит. Ой, да боже мой. Ой, божечки. Да такой провал. Ну, из-за того, что дитя съел тангус, наверное, он умрет. Да. Это просто потеря-потерь. Катастрофа-катастроф. Фейл-фест фестов. Просто провалище провалов. Что один, что второй. Не надо было ему есть этот тангус. Бежал бы он себе. Пока на пустой желудок бежится гораздо быстрее. Именно. Там, ладно, просто забудьте. Забудьте. Это все, что вы видели. На самом деле, дитяра забрался в ФБ. Не, ну, Войду тоже, как бы, не стоит отдавать лишнее. Потому что герой-то, если наберет, как-то быстро, там, не знаю, Мидос, например, получится у него вывести. Будет совсем прискорбно. Там, кстати, выход в Мид. Но выход в Мид этот, естественно, мониторился. Там стоит обсервер на рунке. И, соответственно, Фобос просто выбирает правильное направление движения. Оббегает опасную территорию. А здесь пацаны как раз начинают гонять уже чеширского кота. Потому что суппорты ушли. Гонять чеширского кота? Гонять кота. Говорят, не повезет. Если черный кот дорогу переведет, а пока набросит... Все, пошла жара. Только чеширскому коту их не везет. Кстати, его подцепили, ему реально сейчас не везет. Хотя тут непонятно пока кому не везет. Тут погоня такая двоякая. Такой, да, тут и один очень плотный получился. Ну, или дан, 16 на 6, как мы видим. Хорошо, очень каесит. Да, по Крепстату, видите, пока у парней из Polar дела идут чуть-чуть получше. Хотя SF в миде ситуацию поправляет. Тут вообще все замечательно. SF потеет, SF потеет. Да-да-да, потому что Фобоса он тут уже перекаясил так основательно. Что у Фиссуренка? То есть эти Фиссуренки, правда, просто или дан скорость кошки. Реакция Лангуста. Он уворачивается от топоров, уворачивается вообще от всего. Тест оф фейт? Слушай, там... Кабан? Кому там тест оф фейт, а кому тут уже минус один и, возможно, даже минус два. Через секунду будет Нова. И Нова залетит именно в Санейка. И, скорее всего, его тут будут сейчас убивать. Да-да, еще надо по тычечке. Еще по тычечке. И это еще один фраг. Замечательная игра от Polar и не очень хороший старт, как обычно, от команды Power Rangers. Я заметил, у нас там было пять матчей. Из них пять раз не очень хороший старт от команды Power Rangers. Да, единственное, что не позволяет расслабляться это Асусам, потому что ты вроде всегда стартуешь неплохо, а иногда заканчивается это хреново. Да, ну как бы в 50% случаев заканчивается это хреново. Какой смысл начинать хорошо тогда? Вот в чем дело. Возможно, ну его в баню. Просто стоять, фидить. И фидить. И посмотреть, что будет. А вдруг пропрет. Да, реально. Слушай, сейчас они наслушаются стримов и пойдут, потестят. Реально, пофидил, и на 15 минут тебе враг пишет ГГ. Ж не знает, что делать. Его никогда не фидили. Откуда айтемы какие-то непонятные, типа. Кстати, Брю уже шестой, поэтому Шейкеру второго левела на линии с ним появляться совсем не рекомендуется. Шейкер просто стоит на экспириенсе, и его как бы ничего не смущает. Как раз только на экспириенсе он стоит пока и может. Ну и смотри, что получается. Чена прогнали в его лес теперь. И сейчас это прекрасно видит Лич. Вот Чен ворует Крипочков. Как бы для Мага это просто возможность вот так вот на халявку взять Крипочков, поздороваться, собственно, с ними и отправиться с ними путешествовать. Мага травят ядом. Ядом сладким. Ядом сладким. Все, хватит, хватит. Ну вот, Крипов он за вышку сейчас уводит, вернее под вышку, и начинает их формировать. Информировать? Информировать, да. Крипов, вы сейчас умрете, сударь, вы зашли на чужую территорию. Эта башня будет атаковать вас до потери последней капельки крови вашей. Ты совсем... Садист? Да, угрюмый такой. В смысле? Где радость, где веселье? Добро пожаловать к моей вышке, вы сейчас умрете. Располагайтесь как дома, это все равно ваши последние секунды. Жизинки, да? Ну да, согласитесь, это намного приятнее звучит, бодрее. Вообще да. Ну ты бы хотел такого пастора Ксена Похорона? Вообще замечательно. Веришь? Мне пофиг будет к тому моменту, вот абсолютно пофиг. То есть тут уже вопрос немного неуместный. Ну что, смотри, в смоке заходят. Заходят, видят. И они находят. Собака. Ты кого так обозвал у меня, первый вопрос. Собаку. Второй вопрос. Ты посмотришь там, что с Ченом происходит. У Чена проблемки. У Чена серьезные проблемы. Вейв, вейв, вейв. Вейв должен быть. Вейв. Ну а что дальше? А дальше у Шейкера маны не хватает на фиссуру. Дальше тут Лич. Дальше тут, правда, Маг. Маг ушел. Ушел. Топоры везде летают. Вокруг везде топоры. Они как кино были. Смотри, смотри, смотри. Тут Жейм сейчас умрет. И умрет же. Нет. Он не умирает. И улетает на базу. И СФ улетает на базу. Все улетают на базу. Тут Кабан набрасывается на Мага. Ну а здесь Брюмастер пока просто смотрел на Бистмастера. СФ фармит. Вайпер тоже фармит. Это топ-2 крипстации на карте. Между прочим, вот как-то незаметно-то ребята и перевернули всю ситуацию. Тролль-то куда-то ушел. Суппорты от него, видимо, просто убежали. А против Вайпера тролль стоит в соло. Ну, не очень комфортно. Ну, вернее, Войт. Войт я про Вайда хотел, конечно же, все это сказать. Тролль-то у нас все время внизу стоял. Вот он сейчас... Тролляка раскрутил. А есть боевой транс? А можно было попробовать, на самом деле? Ну, он Кабаната и зарезал. Все нормально. 37 голдишечки-то на дороге не валяются. Так и есть. Ну что, Фобос, скоро даггер. Арканчиким в этот раз не тарит себе. Решил быстрый даггер ломануться. Так, там стрича на верхней руне. Быть в стычке. Быть в стычке. И фисурка, вроде бы неплохая, но Клэп. И рубежник. Фейтболт. Сэф тут умрет. Умрет, я сказал. Да, он умирает. И летает Чен. Приземлился. Беги, Чен. Беги, Чен. Беги, Чен. Нет, Чен не убежал. Не доплюй. И беги, Чен. И Чесовуха, посмотри. Савух стоял, махал, махал. Увидел хозяина, чпокнули. Такой, что-то... Наверное, ну его в бане. Наорали. Ну, это минус. Тут тоже все очень просто. Лич, конечно, такой подставы явно не ожидал. Но Вайпер-то фармит. Вайпер фармит. И СФ фармит. Сейчас будет уже мека. Кстати, слушай, вообще быстро что-то у Вайпера все происходит. Действительно, очень быстрая мека. Просто проблема Полара сейчас как раз в том, что вот у Лича еще шестого уровня нет. Ну, допустим, он даже его получит в ближайшие пару минут. Допустим. Но. Хроносфера Войда. Что в ней происходит? Давай, твоя версия. В ней время останавливается. Нет, время уходит вспять. Почему вспять, если оно останавливается? Вспять. Вспять это и есть останавливается. Нет, вспять это назад. Вспять. Это значит останавливается. Вспять. Спит. От слова. Нет. От слова пятится. Я погуглю. Давай. Ну, давай, иди гугли. Я пока тут посмотрю. Сейчас будем выяснять. Ну, у нас как раз самое подходящее время для выяснения подобных моментов. Так, у Бистмастер-то уже почти восьмой уровень. Тролля там что? Тролля уже восьмой. Все нормально. Тролль с доминатором. Как-то в доминировать. Ну, давай, давай. Что там? Что там? Давай, вслух. Назад, обратно. А? Выкусил? Подожди, подожди. Я просто знаю это. Да любой дурак может на Википедии любую петь не написать. А что ты туда полез тогда? Вдруг бы я оказался прав. Вдруг бы был еще один такой дурак. Я бы сказал, Википедия, по-моему, нормальный сайт, чтобы на нее ориентироваться. Так, ну ладно. Мы тут пока выясняли отношения. На карте не произошло ровным счетом ничего. Никто никого не убивал. Счет у нас по-прежнему 6-3. У Войда тут 2-0-1 статистика, как вы уже, наверное, могли заметить. Но у Войда слабоватый крипстат. Соответственно, Нетворс у него хромает. Причем так серьезно. На обе его фиолетовые ноги. Что там Лич? Лич у нас успешно зарабатывает левел 6. Сейчас прям. И, слушайте, появляется еще Инфрост. Но вот сейчас можно и в хроносферку кого-то поймать. Единственная проблема это то, что крипы Чена, они могут съесть этот чайник. Они могут съесть, но у Чена нет чего подхила. Этим надо пользоваться. А вот то, что Мека есть у Вайпера, это уже печаль. Когда появится и подхил Чена, и Мека, вот тут уже драться будет очень неуютно. Ты смотри, он там в ФНГ пошел умирать. ФНГ пошел умирать? Нет, там... Успокойся! Он только спросить хотел, и он просто зажат Кабаном. Он не может ничего сделать в ФНГ. Иллидан выходит. Но тут Шейкер. Кабан все еще держит. Кабан все еще держит. В ФНГ там батл с Кабаном. Кажется, Кабан выиграл батл. Да, ФНГ проиграл. А тем временем там, на топе, отправили на базу. Не получилось у Брю никого не подцепить. Кого-то забрал или нет? Не-не-не вроде бы. Там он Урсу забрал. Все как положено. Бист-мастер, Брю-мастер. Одни мастера. Гуру. Гуру своего дела. Ну и очень плохо все получилось. Вот этот выход от Лича, вообще непонятно, зачем он был. Этот чайник непонятный, зачем он вообще нужен. Кабан этот вообще нелепый какой-то получился. Ну и, слушай, ПРы могут. Могут. Уже первый Некрономикон у Чеширского кота. Слушай, старт-то неплох. Мы говорили про хорошее начало у команды Полар. Но начало хорошее, как оказалось, именно у Power Rangers. И они уже ведут почти 3000 голды. Вот так вот. Да, кстати, проигрывают на два фрага. Это вообще незначимо в начале. Потому что все прекрасно понимают, что начало началом. А кто заберет первого Рошана, это молодец. Да, но SF покупает Мидас сейчас. Аквилк Мидас. ПТшечка. В принципе норма, ПТшечка. Ну, когда ты рядом с Ченом и Меккой, в принципе, КПшечки будет хватать. Ну да, даже Чайник, там запущенный вот сюда, например, сейчас, он может банально уйти в каких-то там скелетов, сатиров, троллей и не зацепить при этом основные цели. И в этом вся проблема заключается. А убирать этих крипов, ну, нечем. Ну, Клэп разве что наперед. Клэп новый, только потом Чайник, но... Ну, а ты понимаешь, что это куча, типа, дамаги, какая-то в крипов. Смотри, в смоке пошли срезать. Они чувствуют свою силушку богатырскую, по-моему. Ну да, они реально сейчас по деньгам, по крайней мере, сильнее. Сейчас поглядим еще, что у них там по ситуации. У Фобоса нет ультимейта. У Фобоса нет ультимейта, тогда они, в принципе, сильнее. Вот, смотри, птица залетает. Сейчас нарут на Фобоса, наверное, да? Так, а слоу-граунда чем на него нападать? Там ни дагеров, ничего нет. Вот, вот сейчас... Заход в спину. Рубик увидел птицу. Рубик увидел не только птицу. Фиссура не точная. Хреновая, Фиссура, на самом деле, отрезала, дитюра. Да, ну и у Фобоса через 5 секунд будет возможность размножиться. Ну, смотри, смотри, смотри. Чайник. Неплохой, но слишком много крипов, как ты говорил. Летает по кабанам, да не крачам, да еще и крипы тут рядом, поэтому в никуда. Хаслэм. Шейкер и Хаслэм. Шейкер еще и выживает в результате всей этой вакханалии. Там пытаются его бремастерята как-то запилить. Хроносфера. Маг. Маг забил его. Хорошо. А дальше что делать? Дальше просто не пробивают этого бестмастера. Не пробивают здесь никого. Это минус маг. Это, скорее всего, минус брю. Да, его также зацепили. И тролль убегает на базу ЛОХП. Друг. Не успели поднять эсэпорт? У меня плохие новости для болельщиков команды. Команда Асус Полар. Плохие? Почему? Плохие новости. Потому что... Они погибли почти в полном составе? Они погибли не просто почти в полном составе. Они вообще, фактически, без шансов тут отъехали. Причем Рубик, который был взят на начальной стадии игры, он сейчас не выполняет почти никакой функции. Что он тут может ворвать? Он может ворвать вайпер страйк со стопроцентной вероятностью. Это прикольно. Под хилл Чена. Это если он хорошо постарается. Ну это... Блин, априори, если ты хочешь выиграть игру, тебе надо стараться. Ну, хорошо. Посмотрим, будет ли Рубик стараться. Все, свалим на Лилу, если что. Ну да. Как это обычно бывает в пабе. Мы улетаем. Все, свалим на Гудханта. Да, вот это. Ну да. Смотрел? Конечно. Я тоже. И после этого я с небольшим недоверием на тебя смотрю. Да, ну и преимущество очень, очень, очень сильно сейчас начинает давить на полярных товарищей. Потому что вышки они сейчас продолжат терять. Их сила не вырастет до появления там у Войда хотя бы какого-то Майлштрома, я не знаю. Ну, хреново, хреново и дело. А сила ПРов сейчас очень сильно увеличивается. Сила усиляется, да. Да, усиляется, потому что они бьют вышки, они ПКД их изничтожают. Тут уже вторая иник, врачи, есть. Украли сейчас Фиссуру. Хорошо, Фиссурка это уже хорошо. И они идут дальше. Ну да, а что им бояться-то? Чайника, который уходит по крипам, ну вообще ничего не делает этот Чейн Фрост. Вайперу надо нажимать Мекку, у него фулл мана. Крипы мрут. Крипы мрут, они хотят лечения. Нет, не будет лечения крипам, судя по тому, что говорит Вайпер. Там погоня была наверху только что за Бистмастером, его загнали. Его загнали. Вроде бы он Бистмастер, но его загнали. Вышку знаю, Рубик, ты прикидываешь? Да. Да, это Рубик? Ладно, налила, не будем сваливать. Не, все нормально, свалим. Еще и вышки свои ломает, а? Наглец. Наглец, блин. Мало того, что скиллы не воруют у врагов, еще вышки свои дынает. Все, грифинг. Баним за грифинг. Так, что там на топе у нас? На топе у нас Войт. Войт, который хочет... Ну, Вайпер он ничего сейчас не сделает. Причем Вайперу с Аганимом уже... С Аганимом, а с Айгисом-то 100%. Ну да, Поларам сейчас предстоит, я не знаю, проделать какой титанический труд, да, для того, чтобы хотя бы сравнять эту катку. Хотя бы сравнять. Что, у Вайпера 1700 Аганим, Брю опять собирает Владмир. Ну, Фобос, он по неизменно идет, он стандартно собирает артефакты для команды. Ну, тут, понимаешь, тут есть и Войт, вроде бы, милишник, и Тролль, вроде бы, милишником может стать. Если понадобится. Так что, ну, Владмир тут очень хорошо заедет. Проблема в другом. Проблема в том, что Мекку, ты, например, видишь в команде Полар. Я нет. И Полар тоже не видит Мекку в своей команде. Проблема. Проблема. Единственное, чем могут они сейчас заниматься, это пытаться выйти в размен по ТВ-рам. И, смотри, внизу прогоняют. Чайник пошел. А зачем чайник? А вот эти чайники от ФНГ, это вообще забей. Ну, он сейчас тут умрет, естественно. Хроносфера пошла. Под Момом. Хорошо, наваливает. Правда, пошел под Хилл Чена. Тут еще и Тролль под Батл Трансом. Кот Чеширский в результате сейчас еще и выживет. Нет, не выживает. Он погибает. Мага, правда, мана закончилась. Фобос развалит цели. СФ успел расхоставаться. А СФ убили, слушай, слушай. Убили, убили. Мекку не успел дать ему дитя рай. Просто надо разбегаться сейчас. Просто надо разбегаться и все. И забить. У Мага 75 хп остается после того, как он забрал Некрономикона. Ну, а опять же, Фобосу надо убегать. Вот он тут сейчас там поднимает кого-то и уйдет. Главное, если посмотреть на Fight Recap, это много денег. Много денег для Войда и для Бримастера. Косяк был в том, что не было Вайпера в этом замесе. Вообще не было. То есть он мог бы задизейблить Войда, по сути, Вайпер Страйком своим. Он мог бы засейвить Меккой и того, и СФа, и, в принципе, Бистмастера. Но он в это время находился где-то на топе, если не ошибаюсь. Полетел с ТП на Т1 и шел пешочком, вальяжным своим шоком. Да, не успел, собственно говоря, подоспеть к своей команде. И за это наказали. Но это еще ни о чем не говорит. Хотя, слушай, денег-то уже отыграли ребята пятеру. Что, орать идет? На Фобосу? У Фобоса, понятное дело, у ультимейта нет. И Фобос ретируется отсюда, понимая, что на него могут накричать. Фобос, походу, не любит, когда на него накричат? Ну, возможно, возможно. А ты любишь, когда на тебя кричат? Ну, смотря где это. Я воздержусь от уточняющих вопросов. Ну, и правильно сделаешь, по сути. Так, ну и вот, смотри, Майлштром, про который также мы вспоминали. Что вот камбэк возможен только если у Войда достаточно быстро появится Майлштром. Майлштром у него появляется. Просит паузу пока маг. Своевременная такая. Угу. Гоу, сори. Да не вопрос, братиш. Мы продолжаем. КВН? Тут выход в смакет. Погляди только на это, что они творят. Там, кстати, у Рубика Праймал Рор. Ого. А тут Чен. А у Рубика Праймал Рор. Попробуй сопоставить эти два факта, да? Да. Там, правда, прилетел Вайпер. Пошел Чайник опять. Войд копал. Вайпера накрыл. Будет ли бить. Один раз ударил. Проверил. Чайник полностью ушел в крипов. Только последних пару плюшек залетело в героев. И все, всем надо убегать. Да, да, да. Ну, а они пойдут толкать Т2. Они фуловые. У них хедресочки, мекки и так далее. Они регенятся очень быстро. Покупают ТПшечки себе. Понятное дело, что в Мидле вышку, скорее всего, заберут Брюс с Рубиком. Да, но Фобос тоже, в принципе, готов драться. Правда, единственная проблема, это то, что слишком серьезный кулдаун на Куполе и на Чейн Фросте. Пока вышку в Миде забирают. Фиссура. Такой тот Фобос. Посмотри, жесткий. Прочитал. Подняли эти временем еще и Джеймса. Накричали. И убежал. Решил не задерживаться здесь долго. Ну, в принципе, да, там не видно сейчас было ни Чена, только вот сейчас внизу увидели. Запрыгнул Фобос. Слушай, слушай, да. Разгон ультимейт. Ну, и это минус вышка, значит. Минус Джеймс. Ну, хорошо, Шейкер погиб. Разменивает его на Т2 на Ботуме и на ультимейт Фобоса. И на топе тролль подходит также к вышке, у него опять появляется Батл Транс. Пойдут именно Т2, смотри, третьи некрочи прилетели сюда. Могут, могут пойти. Главное, троллю сейчас особо Батл Транс не тратить, потому что... Ага, вот так я сказал. И Иллидан сразу же его нажимает. Он хочет забрать сейчас постараться. И тут и два вышку, но тут уже горит Т3. Правда, есть Глиф. Ой-ой, у Лила проблемы. Лил встрял, но на Лила потратили слишком много. И Вайпер потратил ульт, и Бисмастер потратил ульт. Иллидан в это время забрал сам вышку. Идет дальше. Ну, хорошо, идет дальше. Тут уже Т3 горит. Просто горит Т3. У Войда нет хроносферы, не могут, не могут драться. Походу, решили, что единственный вариант это как-то разменяться, но... Они не разменяются. Они никак не разменяются, совсем. Фиссура. Ну, и, правда, там Эхослэма нет, поэтому тут пока тролль еще хоть как-то воюет. Но это минус сторона. Да, сторону потеряли здесь определенно, и еще Иллидана могут попробовать потерять. Перемони себе собаку. Брю. Догнал, кстати, Шэдоу Финда. Но у Шэдоу Финда есть Блэк Кинг Бар. Что на него особо не стоит бросаться. Это хреновый размен. Если они сейчас пойдут по топу, то... Драться без хроносферы и без чайника там было бы равносильно самоубийству. Согласись. Может быть. Соответственно, максимальную пользу, которую они могли извлечь, это забрать Т2 на топе и постараться там как-то, я не знаю, невообразимым образом снести Т3 на топе. Имея при этом только одного героя на линии. Это у них практически получилось. То есть, да, сторону они потеряли. Но они бы ее сейчас потеряли, ну, не знаю, с вероятностью там 90%. 90 на 10, да. Именно так. Фарм Эншентов. Сейчас появится Рошан. Вот за Рошана придется подраться. Через 10 секунд он появится. Через Хикот пока еще без даггера. Думаю, следующий артефакт, который он будет фармить. Хотя, если идти в тупую драться, то можно и аганим какой-то выформить. Без даггера. Просто аганим. Да, можно, можно. Да тут уже просто даже на ноге, я не знаю, как-то заходить. Просто ПРы пока, они могут действовать с позиции силы и банально идти райт-кликом, да, все спушивать. Да. Потому что враг пока еще не может ничем ответить. Вопрос немножко заключается еще в том, а что... Хотя у них уже шейкер с даггером, поэтому, в принципе, я чушь несу. Уже есть неплохой врыв, даже на случай, если придется нырять непосредственно в героев. Именно нырять. Ну и что, отдают... Если они сейчас отдают Аегис, это беда. Ну, опять же, опять же... Не, они могут подраться. На Аегисе они могут... Могут, но они слишком далеко все. А Рошан уже погибает. Непосредственно прямо вот сейчас. Да, Рошан минус. У Кота украли Кабана. Кабан. Фас. Взять их. Кабан взял. И все убегает. Кабан мне бы тебе сказал, что взял. Ну вот, ФНГ, например, смотри, спрятался, спрятался, мне нравится. Эхо, Слэм по двоим. Фиссура. Минус ФНГ. Ну, он попытается уйти. Тут Вайпер Страйк. Джейфор развалился, но он свою миссию сделал на 100%. Нарали здесь на Мага. Там еще на Мага накричали, да. У него купол есть, но он уходит просто на ноге отсюда. Там летает Некрономикон. И умирает, кстати, Чеширский Кот практически. Юл. Фобос. На Клэп нет. Пытается уйти. Ну, там, да. Там Некрономиконы его немножко покоцали. Ну, что? Шейкер налича. Я думал, будет намного хуже, если честно. Не дропнули, а едешь. Слушай, слушай, слушай. Его Кабан зацепил, но есть. Что случилось, ты говоришь? Ну, Брю потратил ультимейт. Это хреново. Это хреново, да. Еще 78 секунд не будет ультимейта у Брюмастера. Тут Requiem of Souls есть. Тут вообще, в принципе, все есть. И через полминуты появляется Primal Roar. И на тревелах Бестмастер отправится к своим ребятам воевать. Там Чен с Аганимом, если что, мы упустили, наверное, этот момент немножко. А он только по Серошана появился прям вот. Да, ну и у него там уже летает дракон здоровенный. Какой вот он? Как там, сын у нас с проблемой похуже на кухне дракон? Папа, ты не видел мои таблетки? Типа того. Ну, им сейчас нужен големчик. Будет големчик, 15% хп, вот эти, которые очень сильно бустанут на самом деле. Да, я просто смотри пока. Вот этот вот дэмэдж, который выдает Мак, он совсем вялый. Да что дэмэдж, Мак? Ты посмотри, во что он собирается. Он пошел собираться в Аганим. Где? Аганим, 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 Войт с Аганимом не победим. Ну, то есть, что? В чем задумка? Задумка увеличить, точнее сократить интервал замесов? Ну, окей. Но так ли это... Ты шейкер? Ну, что шейкер? Тут телепорт. Типаут. Отменил. Вот так вот. И там, кстати, одного-то на базу отправляли, но, видимо, тоже отменили. Непонятная фигня произошла. Так вот, какой-нибудь Мидас, например, у Войта имел бы больше пользы, чем половина Аганима. Ты, во-первых, бы кушал крипа, не мешал бы Личу чайничком, чайничек закидывать. А Личу вообще первым артефактом нужно было, я не знаю, то ли... Ну, Мека нужна, да, Мека нужна команде, это факт. Но при этом понимаем прекрасно, что Аганим на Личе решает проблему с крипами Чена. Да. Но на это нужны ресурсы. Ресурсов пока нет у команды Полар. Походу в тролля плюнули. Ну, тролль слишком далеко находился. Тут пока такая идет осада. Вайпер Страйк пошел. Пошли Некрачи. Вот. Отличный Копол. По четверым. Подходит Шейкер. Фиссура. Фобосу развалиться не дали. Летает чайник. Вайпер Страйк. Слишком много подхила. Ну, СФ разлетился. Там Иллидан гоняется за кем-то. Брюмастерята за кем-то гоняются. Чена забрали. Хорошо. Дальше что? Дальше тут Шейкера наливают. Но Шейкер тоже, по сути, свою задачу выполнил. Что там на базе происходит? На базе происходит то, что умирает Лич. Ну, и бог с ним с этим Личом. Брюмастер. Пытается зафокусить СФ, а Игиса у него нет. Ой, хорошо, как Брюмастер-то успел уйти. Иллидан также отсюда убегает. Шейкер там заныкался. Но сейчас, кстати, Иллидан будет заходить в спину. И у него уже будет, по идее, у него уже есть боевой транс. И Фобос, я думаю, готов сейчас будет нырять. Тролль. Тролля видели. Вышка пока... Ну, так, слабенько, на самом деле, падает. Слабо. Под пивком, с лоу-граунда. Очень тяжело падать. Ол-хил. Отчен отчен греснулся. Там тролль пошел встречать подкрепление. Но пока что никого еще не нашел. И... Отличный пистолет. Статую поломали Иллидана. Вандалы. Просто вандалы. Вандамы. Вандамы. Тут Илья видит Чена. Чен, видит Илью. Но Илья приплыл. Чена-то он может тут и убьет. Ол-хил. И тэп-аут. Да. Но бистмастер. Непонятное немного движение от Иллидана. Вот сюда вот идти за Ченом. Убивать его. Ну, опять же. Которая рестница через 30 секунд. Да. Самого Иллидана не будет еще 60. Ну, есть байбэк. Но на него не разведут, понятное дело. Что Иллидан тоже рестница, так сказать, по таймингу своему. Так, что там? Аганим, я так понимаю, уже летит. Да, аганим у Войда есть. Ну, хорошо, этот бесполезный артефакт он уже дособирал. Дальше что? Надеюсь, что-то полезное. Какой дальше бесполезный артефакт? Какой дальше будет бесполезный артефакт собирать? Не, ну сократить интервал замеса, это в принципе нормальная идея. Потому что мы часто говорили, что вот кулдаун, 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 кулдаун. У нас это слово очень часто проскакивало во время последней карты. Но это на ульт Брю, это не только на Войда. То есть чайник от этого 90 секунд по-прежнему кэдэшится. Ну, а ребята идут атаковать. Заход на хайграунд. Да, у Войда есть телепорт. И он должен уже его делать. Пока нет тролля, 14 секунд пытаются спушить хотя бы вышечку. Брю пока заплюнули, вышку спушили. Хорошо, опять же, пивас залетает по Вайперу. Дракон. Вот, помигали! Вайпер помигал! Дитяра просто божественен. Вайпер страйк в мага. Лил пришел, ответил также Вайпер страйком. Пришлось провязать меку. Ну, рейнджовые забрали. Ну да, и отойдут, скорее всего. Ой, големчики стоят. Зайдет ли сюда Чен? А хилинг хэнд. Чену нужны големчики. Чен не забирает големчиков. Големчики сейчас есть на чужих эншентах. Ты посмотри, там у СФ как дела идут, очень круто. У СФ тут БКБшечка, у СФ тут Баттерфляй. СФ соберет МКБ и все. На этом игра, по сути, закончится для них. Потом еще Сатаник в местах Виллы. В принципе, в принципе, полторы тысячи хп это убиваемый такой предел. Войд, хроносфера, очень хорошо попадает в хроносфера. В результате минус Джеймс сразу же. СФ получает Чайник. Войд. Сжимает БКБ, раскастуется Ли. И его отправили на базу. Прикольненько. Там пока что летает Чайник, Крипов убивает. Дитяра. 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 Башик пока не работает. Вот он пошел, баш от Войда. И минус Дитяра. Что-то СФ охреново отправили на самом деле. Совсем плохо отправили. И он еще вернулся сюда, лол. Не, ну он тут вряд ли уже будет умирать. Хотя, слушай, на Кота допали. Кот. Тоже минус. Брю нападает на Шадоу Финда. Шадоу Финд. Сейчас также может погибнуть. Тролль на него нападает. Правда, там Бетерфляй СФ раздуваться сейчас будет. Башик залетает. Много месов. Но еще один баш. Это просто жесть. Зачем он вернулся? Ты посмотри, там еще и Войд пошел на Чена нападать. Через 2 секунды будет Мом. Но тут телепорт от Эрдшекера. Боже мой, что только что произошло? Ты посмотри, сколько бабла заработали на ровном месте без возмездна. Это еще не все. Они продолжают зарабатывать бабло. Они забирают вышку, они забирают крипов. Они сейчас пойдут на хайграунд. То, что под Батл Трансом разваливаются вышечки очень бодро. Реально очень бодро. И вот он заходит Тролль. Вот он заходит Войд. Пошел Глиф. А Батл Транс-то еще не нажимался. Еще Батл Транс-арканчики пошли. И вот он сейчас пошел Батл Транс. Да. Шейкер. Хорошо вошел. Но успели распределиться. Да, немножко ребята. Войд нападает. Нет маны. Нет маны у Войда сейчас на хроносферу. Но тут башики, башики по детяре. И это минус. Но я думаю, что стоит отойти сейчас Поларом. Задефать-то задефали. Но ты представляешь, сколько бабла. Проиграли тьму. Все свое преимущество они сейчас слили. Абсолютно все. До нуля. И сейчас даже пойдет минус. То есть по XP мы видим Asus Vili 2000 увеличили до 10 тысяч. Ну печально все. То есть нельзя было так отдаваться. Да уж. Это опять же не конец. Но столько деньжищ, столько XP сейчас было отдано этим героям. Которые сидели по сути на сухом пайке. И сейчас вот тролль бегает. У него там 3200 сейчас себе притарит. Я не знаю, чтобы он себе притарил. Такие варианты. Ну, Monkey King Bar в принципе нужная штука. Определенно нужная. Конечно, големчик находится на Эйку. Ага, где он там? Где он побежал уже? Да, да. Вот он побежал уже. Големчик. Тут Void. Мак. Давай. Мак дает. Пока еще хватает на темболк. Уже не хватает. Куполом замахнулся. Минус Мак. Давай, Мак. Боже мой. Блин, сколько бэктреков? Боже мой. Чувак, это настолько идиотская ошибка. То есть, ну, это хуже, чем фаник в Na'Vi делал. То есть, за такое не возьмут в Na'Vi 100%. Мак законтрил? Мак законтрил, пик в Na'Vi. Осталось еще, чтобы Фобос так же сделал. Своих четырех, ну шо? Кто-то может что-то потом выкинуть? Давайте, кто меня переплюнет, а? Байбэк. Собственно, это еще, так, знаешь. Еще один гвоздь в гроб. Эй, Зеро. Смотри, драка. Где? Фобос запрыгнул клапан. Я драки не вижу. Фобос тоже, видишь, подхватил волну. Слушай, не должны отдавать Рошану-то, по сути. Да, потому что там Шейкер стоит. Ну, правда, он пока без Эхослема. Вайпер Страйк, видимо. Ну, он пока не смутился. Ну, ждут Эхослема. Фиссура. Смотри, смотри, смотри. Шейкер, через 10 секунд. И тут еще в ответочку. А Рубен-то тоже не промах. Слушай. Пять, четыре, три, два. А он сейчас влетит. Он реально влетит. Войт. Хроносфера. Отличная хроносфера. И чайника там не так много крипов. Ну, хотя чайничек. Чайничек Мак там просто стоит все это время в хроносфере. Он ничего не делает. Чайник ушел. В результате все-таки в Эншентов. Но Вайпер погиб. Вайпер уже делает байбэк. Идет дальше атаковать Элидан. СФУ БКБ просидел свое. Есть Даггер. Есть Эхослем. В кого врываться Эхослем. В Элидана. Пошел еще останчик. Мана Бьорн. Фиссура неплохая. Элидан погибает. Так, Элидана тут уже продали. Все. За Элиданом никто не побежал. Элидан слишком далеко вырвался. И в результате Рошан достается сейчас с Пауэрэйнджерс. Там еще база постоянно горит. Там еще самый большой прикол с Чайником Лича. То, что сейчас, когда Чен может переманивать Эншентов, им он вообще по барабану. То есть Чайник, вот я смотрел, стоял СФ в БКБ, Чен и Крип. В результате трое вышли фуловые. Не пострадал никто. Не пострадал реально никто. Потому что там БКБ в Эншента, БКБ в Эншента. И Чен вышел фуловый вообще из этой хроносферы. Ну а мага там нормально жизнь покидала. Кабан пошел наваливаться. Да, троллю безумно не хочется делать сейчас байбэк. Это логично. Это похоронит его всевозможные артефакты. Кстати, у Рубика Праймл Рор ворованный. Через три секунды он... Вообще не пробивает этот барак из-за того, что на нем айс армор. Да, кстати, очень-очень так... Ну СФ нужен. Там кираса и айс армор, ты понимаешь? Вот, вот, подошел СФ и процесс пошел. И ему тоже пивас. Ну у СФ все равно... Кое-как. ...получше. Да, 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 заковыряли, заковыряли. Управляется тролль. Пошел фортификейшн. Должно быть ТП. Где Воид? Тролль прям уже должен лететь сюда. Где Воид? Воид вошел, нападает на СФа. Пошел опять Чайник. Подхил первый. Есть Мека. СФ пока живет, но упадет. СФ падет. СФ пал. Барак пока стоит, кстати. Его бьют. Эншенты, скорее всего, доковыряют. Там Дитяра тоже теряет аэгис, но его добивают этот барак. Семь хитов оставалось. Крипов тоже всех поубивали. Вайпера тоже здесь убьют, но... Барак упал. Минус вторая сторона. Минус вторая сторона, именно. И остается одна. Таким же нытьем, мыканьем и так далее не смогут зайти. При том, что крипы теперь с двух лайнов будут помогать. Да, ну и естественно, хотелось бы сейчас Поларам хоть как-то стабилизировать ситуацию. Хоть какую-то линию пропушить внизу, где у них сторона потеряна. Вообще тир-1 стоит. Да. Как там? Золотой запас все еще на месте. Да-да-да. Это будем смотреть с хорошей стороны, да, на происходящее? Да. Оптимистично если смотреть, то у ребят, у нас еще куча денег на ботами. Надо просто пойти и забрать. Смотри, а идет или дан? Это 100 фейт. Лидан на 3 секунды, он знает, что без вайпера и СФ ему тут вряд ли смогут что-то сделать. Пытался, битва с драконом была такая долгая. Как приручить дракона? Не получилось приручить. Мак запрыгнул. Запрыгивает. Запрыгнул. Ну и это глиф 100%. Да, вот он глиф. 6 секунд до вайпера. Ну, по тот рану закончился. Если Мак сейчас нападет на какого-нибудь вот этого Чена, или еще что-то подобного рода, просто поставить хроносферу на него и убить. Вот так вот, да. Хорошо, фиссуру, правда, поймал в ухо. Там в это время снесли бараки. И надо убежать. Надо срочно убегать, потому что там уже появился Шейкер. Шейкер пытается добежать хоть до кого-то, но, наверное, уже не добежит. БКБ. Пошло от Иллидана. Но Иллидан тут умрет. Вайпер страйк. Иллидан. Слишком много урона. Тут чейник врачи нажимает батон транс, но и остальные просто разлетаются. Да, улетает отсюда Лич, улетает отсюда Войт и убегает Фобос. Байбэк у тролля есть. Это, конечно, хреновый размен был. Но они сторону забрали. Но все равно. Да, они хотя бы немного уравняли баланс сил на линии. То есть она теперь не так пушится, но теперь там идет пять героев. Это немного неприятно. Ну и Байбэк придется делать. Да, правда, ни крачей сейчас не будет. Вот в чем тоже плюс небольшой. Шейкер, кстати, так Эхо Слэма не дал в предыдущем игровом эпизоде. А Фобосу надо уходить отсюда. Фобос сейчас дозащищается. Вот он. Да, с блинка свалил. Есть путимейт. Правда, нет. Блокин Бара. Хотя тут контроля... Ну, Шейкер. Если встан и подцепит, то может и не выпустить. Да, да, да. Там после ульта Бисмастера какой-нибудь действительно там ЕС, Фиссура, Эхо Слэм, Тотем. Еще эти Некрономиконы тебя избивают. Мана горит. Очень неприятно. Ну что, 20 секунд от роля. Будут пытаться заходить и разводить. Фортификейшна нет. Фобос, скорее всего, будет юзать ультимейт сейчас, чтобы выиграть время. Даггер ему сбили. Да, главное сейчас не особо подставляться, потому что Бисмастер его не прости. Пять секунд остается. Уже, я думаю... Слушай, слушай, там СФ еще напрягали. Мак, накричали. Мак, хроносфера будет или нет? Нет, Мак, Мак умирает. И байбека нет. А у него кулдау на байбеке. Да, действительно, у него полторы минуты еще не будет байбека. Ну и проблема у СФ. Если забрать СФ, то все еще, возможно, будет хорошо. Да, забирают СФ и должны убегать сейчас ПР. Просто убегать отсюда. Они уже тут ничего не смогут сделать без своего основного персонажа. Еще и Чена потеряют в придачу. Да, тут камушек, топоры. Очень больно. Просто знаешь, что я тебе скажу? Что с каждой дракой полторы выглядят-то все сильнее и сильнее. Все бесперспективнее и развиваются замесы для ПРов. И Полар выигрывали эту катку. Такую. Даже серьезнее выигрывали катки. Если ты помнишь эту игру, о которой я говорю, с двумя тысячами крипов. Давай без грязи, пожалуйста. Ночь на дворе. Так и утро может наступить. С тобой женатые люди. Еще и утро может наступить при таких-то условиях. Знаешь, есть выражение смеркалось и тут светлело. Светлело? Нет, на самом деле вышку поцарапали немного. Ну как немного? Вышка еле живая. Другое дело в том, что сейчас повезло, они реально быстро зафокусили мага. Если бы не зафокусили мага, то... Кто его знает, чем бы там все обернулось? Так, тут сейчас, смотри, шейкер затаился. Залетает бисмастер с травелов. Сейчас будут ловить. Да, поймали ФНГ. У него фрустав еще есть, но не успевает. Лич, минус минута. И что, пойдут пользоваться отсутствием чайника? В принципе, у них все есть. Эх, слэм будет через 30 секунд, но вот единственное, что они крачей потратили, да. Но у них выбора нет. Им надо давить. Если они не задавят, они проиграют. То есть, непонятно когда. Это может быть через 10, 15, 20 минут, но они проиграют. Да, да, да. Если у них сейчас не получится задавить эти линии, то, скорее всего, воед какой-то прыгнет. И, ну, пока у него... Еще рано говорить про этого прыгающего воеда и убивающего всех. У него все-таки по-прежнему 150 атаки и ничего больше нет. Но там тролль, например, уже страшный. Тролль за время действия хроносферы успевает туда налить неплохо. Брюмастер, вот, и у него еще появляется манки кинбар, для того, чтобы по СФу не промахиваться, что тоже очень верно. И бисмастера будут пытаться сейчас ловить на топе. Воед прыгает и поймали. Поймали чеширского кота. Массажист просто пьянкой своей заколотил. Так реально заколотил. Жалко не показывать, как в землю вбивается. Ты в поколение так же вошел. Ну реально смешно смотреть, как бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, бешеный атак спит, а урона мало. Ну и минус бисмастер. Бисмастер, байбэк у него и есть, но вы понимаете, что байбэки тут это уже дело такое, да. Делать его, естественно, не хочется. Но будут пытаться сейчас заставлять делайбэк. Очень коцаная вышка. Главное, чтобы сейчас не перестарались вот эти вот ребята из Полара, потому что тут уже очень много людей. Уже очень много людей. Уже опасно. Ну, купол будет совсем скоро. 10 секунд всего остается. По ботаму, правда, гапша крипов огромный. Придется стягиваться сейчас ребятам из Асус, иначе это гапша поломает. Либо выигрывать, либо вообще ничего не делать. Это будет голый трон. Это минус барак. И все. Элидана отсюда вытолкали. Все. Типа норму Полара. Ну, они будут уходить с тапаутами, а вот сейчас можно позбивать эти тапауты и кого-то подцепить. Ну, вот возможно, в этом и есть сейчас задумка. Хотя шейкер вроде не на передовой. То есть, просто постояли. Просто постояли. Решили ничего такого не делать. Низ в результате уже дефается. До Т4 дело не дошло. А маг остается во вражеских лесах. За что его, кстати, могут попробовать наказать. Но у него стоит вард. То есть, он видит выходы к нему. 3200 у него на руках. Дальше, что магу. Тоже возможно манки кинг бар. Для того, чтобы тоже попадать. Потому что урона нет. Урон вырастет. Неплохо вырастет. Не, ну МКБ, конечно, здорово, но очень дорого. Безусловно. Хорошие вещи обычно стоят дорого. Они все. Базилка. Хорошие вещи стоят дешево. Владмир. Хорошие. Медаль. Великолепные вещи. Стоит тоже недорого. Да. Я абсолютно согласен с вами, коллега. Но при этом их не покупают зачастую. Да. Ведутся на вот эти бренды типа Баттерфляй. Баттерфляй. Баттл Фьюри. Вот это. Да, да, да. Вот это. Рекламы насмотрелись. Ну и ПРы тоже ослабили хватку, как мы видим. Ой, уходить. Уходить отсюда. Успел. Успел уйти, там пока Элидан переключался. Тут Бесмастер. Тоже Бесмастер уходит. Скади появляется у Шаду Финда. 2400 хп. 30 армора. Ну, понимаешь, учитывая этот бешеный атак спид и, допустим, там 300 атаки у Троля, допустим, уже там 200 атаки у Войда какого-нибудь, то это все равно больно. Тем более, что Тролль-то уже с Манки Кинг Баром нормально отвешивает. Ну, вот я смотрю сейчас, что у него Вайпера. Вот Вайпер, Вайпер как-то немного выпал, что ли, из этого течения. Ну да, действительно, его Войт обогнал уже, ну так, на 100 голды, но тем не менее. Вайпера в 3400 на руках, конечно, он может себе что-то втарить, он оставляет, кстати, големчик, я так понимаю, для Чена, потому что Чену нужен этот големчик. Нет, он убивает этого големчика! Вайпер! Что ты творишь? Чен! Плюнь ему в лицо! А Чен его еще и подлечил... Нет, а он подлечил себя, я думал, что Чен его еще подлечил вдруг. Мак! Я думал, что он сейчас поставит купол на всю эту гапшу, Слушай, ну сейчас баш, прошел бы один баш по детяре. Я прошла. Его сейчас реально найдут, его просто догонят. Там Фобос с блинком, заходит. МКБ, МКБ и Клэп. Минус Вайпер. 70 секунд, пойдут по медлу, пойдут по медлу и будут пытаться заходить на топ. Будут заставлять, будут заставлять делать байбэки, да, будут заходить сейчас через мид, как правильно сказал, на топ, скорее всего. Либо же идти ловить остатки армии. Остатки армии? Да, Рошана нет, Рошан появляется через секунду, просто через, там, 5 секунд появляется. Вот он, вот он, вот он. И они упускают этот момент, но в любом случае СФ уже на топе. Тролль, пошел, пошел за СФом, а СФу нечем уйти, у него просто нечем убегать. Это минус СФ, наверное. Да, 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 башеньки, башеньки пока не работают. Просто без башей. Гапша ломает в это время последнюю сторону. Ну как гапша, там вот, вот вся эта гапша пока, и гапша полетела дальше. АПРы чувствуют уже безысходность, забрали Вайда, накричали. А где Войд? Войда внизу убили в это время, да? Ну слушай, у ПРов действительно это уже похоже на безысходность. Они реально чувствуют безысходность, то есть они видят то, что они ничего не могут сделать в драке 5 на 5, они ничего не могут поделать с этим троллем, у них контроля на него банально нет, он нажимает БКБ и идет им ломать лицо. Впрямую, вот глаз в глаз. Понимаешь, дело как раз в том, о чем мы говорили еще на стадии драфта, когда был взят Бистмастер, а у Асусов был к тому моменту один тролль, кажется, сразу мы тогда сказали, ребятам нужно набрать побольше кор героев, для того, чтобы внимание рассеивалось. И так и получается, потому что Бистмастер, да, он может вырубить тролля, да, он может вырубить Войда, да, он может вырубить Брюмастера, но не в одно и то же время. И поэтому, как только он вырубает тролля, хроносфера там на всю толпу. Вырубает Войда, тролль всех убивает с руки. То есть Брюмастер просто разваливается и ходит, бьет всем физиономии. Ну вот, тролль зашел уже на топ. СФа нет еще 20 секунд. Байбека не будет от СФа, это уже понятно. Слишком много, слишком мало времени остается до его появления. Но игра, конечно, супер напряженная. Да, вот, собственно говоря, чем обернулся вот этот заход на топ от команды Power Rangers. Но любой малейший косяк от Поларов и все. Это мега-крипы. Ой-ой-ой, не получилось у кота. Кот на траволах прилетал и он сейчас погибнет. Но он погибает. Байбека у него нет. Они выиграли время на Рошана? Они пытаются выиграть, да, вот это самое время. И время на Рошана. Рошан появился. Ребята заходят, ребята, вернее, видят. Пока только это еще не заходят. Без Бестмастера. Бестмастера вообще, у него денег даже нет. У него кулдаун, у него нет денег. Его просто не будет эту минуту. Я не буду заходить, они профукали это время уже. А зачем это было? К чему забрать Лича и что это даст? Тоже непонятно. Проблема сейчас, по-моему, не в Личе далеко. Сейчас вот Мид будут пытаться отпушивать. Да, Лич просто закидывает туда чайник в толпу. Понимаешь, что это самый быстрый способ расправиться со всей этой гопшой. И реально очень быстро расправляется. Там атака? Да, там нашли Вайпера. Возможно, нашли Вайпера. Брю прыгает, но Вайпер в другую сторону ушел. Это потаренный Рошан? Да, тролль в это время убивает Рошана в соло. Я не знаю, что он там, чем он будет там жертвовать. Доминатором. Фейзами, наверное, у нее Трава Лайф Изы. А, у нее Трава Лайф Изы. Точно, я думаю, что за фигня. Доминатором. Он все забрал пока с собой. Возможно, потом отдаст. Так, Тучена увидели. Увидели Шейкера. Но Шейкер успевает уйти. Вайпера поймали в хроносферу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот уже вы будете нормально выворачивать. И, слушай, тут, да, тут совсем больно. И заход. И заход. Возможно, последний, кстати. То, что побежал с Аеги, с МСР. Да, там по миду еще, правда, крипы не зашли, но крипы очень близко сейчас. Через бэкдор протекшн нормально пробил. Все, снял, слетел, слетел бэкдор протекшн. Фортификейшна нет. И это минус вторая сторона. Это все, что их спасает, то, что сейчас стоит Т1. Спасает этот Т1 внизу, реально. Но могут просто пойти попробовать поломать трон. Правда, байбэк у Вайпера есть. И полары не будут действовать так агрессивно. Не, они просто улетают. Слушай, они сейчас могут не улететь. Брю, брю, брю улетел. Это жесть. Он реально мог тут сейчас остаться. А у него байбэк есть? У него есть байбэк. У него есть байбэк. Блин. Стол на руках. И они пойдут по ботому. Стороны сравнялись. Единственная разница, что тут не хватает мидла и ботом, а тут мидла и ботом. А ПРы теперь как бы в курсе, что вот Т1, Т2, а там база. А там ГГ. То есть, ну, мега крипов в ПРы не задефают. Совсем никак. Они вот мега тролля задефать пока не могут. А тролля теперь 2. А то и 3, если сыр успеет нажать. Ну, или дан что-то совсем с цепи сорвался. Не хочет проигрывать этот матч никак. Что тут происходит у ПРов? Что-то я совсем на этих полуров засмотрелся. У ПРов? Блин. Вот смотришь и понимаешь, что вайпер, у которого было 13,5 тысяч нетворса 5 минут назад, у него также 13 тысяч нетворса. Ну, 14, считай. Да, он ничего не выформил. А у Войда к этому моменту уже есть БКБ и 2,5 куска. То есть, Войд теперь в хроносфере не будет получать оплевухи от шейкера и будет просто ДПСить. Улетел лично на базу. И он просто идет и ломает. Да, он идет и ломает. А в бейзрейс я не уверен, кто победит. Мне кажется, под батл транцент... Не хотят, не хотят полары рисковать этим бейзрейсом. Они понимают, что они сейчас в доминирующей позиции. То, что они сейчас, если дадут шанс погоняться в сносе тронов, они просто дадут именно шанс пээрам победить. Если сейчас будут полары делать все правильно, у Power Rangers почти нет вариантов. Опять же, нужны какие-то дизейблы, нужен контроль. Хиксы там, все что угодно. Видит Ильдана... Но Иллидана 2. Иллидана 2. Он понимает, что двух Иллиданов взять сложно. Рейденс Курьер has been killed. В Рейденс Курьере лежала Скади. Нет, Линка лежала Иллидановская. Накричал. Форстаф Все по уходили. В это время внизу Маг пушит. То есть он подменил сейчас троля и просто отпушивает в сторону. Слушай, ну они в любом случае главное сделали. Они это 2 забрали, у них остается голая... Остается база. Просто голая база, действительно. 52-ая минута. 14 тысяч. Ты посмотри, что произошло. 14 кусков. Ну это в принципе все подтверждение наших слов. О том, что ПР уже ничего не могут сделать. Они могут надеяться только на ошибку врага, либо на появление каких-нибудь там хиксов. Я не знаю, чего еще. Хиксы, алебарды, все вот это может хоть как-то спасти ситуацию. С этим троллем-убийцей. Блин, тролля, смотришь, не так уж прям чего-то и много. МКБ, СИЕ, Как тролля нет. Это простая истина из первой доты. Если тролль и Хускар бьют, их убить нельзя в принципе. Потому что там вот эти топоры постоянные. Там, кстати, Чешира могут поймать. Чешир спрятался. А тут заход просто по третьему направлению. БКБ бить. Шекер готовится на врыве работать. Рубик украл вайперстрайк. Спалили кота. Да, это минус код. Он просто через баши ничего не успевает сделать. И у него байбека нет. И Эхо Слэм. Эхо Слэм. Хорошо вошел Шекер. А Шекер реально очень классно вошел. Ну там чайник, да, там просто Войт пошел типа в соло бить физиономии, но у него-то плохо получается. Мак тоже осознал. Осознал, покаялся, что был неправ. Уходит. СФ. Пытается развалить с ручки хотя бы бремастерят. Вайпер откидывает очередной вайперстрайк. Где Войт? Тролль погиб. Войт, кстати, умрет сейчас. Войт. Запрыгнул. У него совсем мало здоровья у Войта. Встает. И Войт. Войт, да ладно, бэктрек. Или мисс. Или что-то еще. Но тем не менее, тролль нападает на шеду Финда. Будут ли баши? Баши пока нет. Через 5 секунд у него будет БКБ. Отправляет на базу. Ой, как хорошо это случилось. Вайпер. Вайперстрайк здесь. Вайпер с байбека. Разобрали Чена. Секунда до БКБ. Смотри в это время. Тут уже трон голый. Это время трон. Голый трон остается у Пауэррэнджерс. Тут Лич еще там пытается шороху навести. Остальные просто улетают. Полары продолжают давить. Байбеков теперь уже нет почти ни у кого. Вернее, не почти ни у кого. У красных байбеков нет. Все. Сейчас любая атака. Посмотри, там просто даже с обычными крипами уже сложно совладать. СФ покупает МОМ. Потому что понимает, без Аджора тут вообще не выстоит. Он не может дефицит крипов. Не нужен МОМ. Ну а что? Ребята из Полар сейчас дождутся КД ультимейтов и просто пойдут в трон. Да. Скорее всего так и будет. Да уж. Игра, конечно, супер напряженная. Но если вдруг каким-то непостижимым образом Пауэрэнджерс смогут, я не знаю, это будет один из самых эффектных матчей. Я, конечно, верю, что это Дота. Дота это как раз та шахматная доска, где нет ситуации без аутов практически. Их крайне мало. Крайне мало, да. То есть всегда существует вероятность, что кто-то где-то ошибется. Ошибется, сделает человеческий фактор какой-то сыграет, не нажмет кнопку или не нажмет ее не так, испортит все. Как купола фаника. Например. Да. Много-много вариантов. И действительно, пока что расслаблять булки по ларам совсем нельзя. Просто смотрю на этого шейкера. И шейкер, например, у нас 17 лвлов насобирал, но не аганимов, ничего нет. Да, был бы вейл оф дискорд аганим, возможно, что-то бы изменилось. У него прокаст-то сильный, но не хватает, чтобы вырубить ролей и так далее. Да, вот он, например, только что влетел, реально классно. Он там двух героев вообще чуть не убил и третьего там еще немного ранил. То есть, был бы у него действительно этот аганим, вейл, он там просто трех типов не ощутил и все, и драка бы на этом завершилась. Что, решают все-таки идти к баракам? Да, ПРы сидят на базе. У ПРов что? А вот тут, понимаешь, у них даже там травлов нет для того, чтобы как-то скрысятничать, прилететь, попробовать разменяться уже тронами, потому что для них сейчас ситуации просто обычной, да, стандартной практически нет. Лич, Лич аганим собирать не стал, но мы видим и без аганима он себя хорошо чувствует. Под хил от Чена был только что потрачен, что дракона спасал. Ну, 30 секунд без хила это не слишком много. 30 секунд, да, быстренько пройдут. Что, если маг ставит удачный купол, тут все заканчивается. Просто сейчас ждут, когда запушатся три стороны и будут заходить. Все, вот видишь, в миде Эллидан подошел, там топоры кинул, все, линия запушена. На топе, ну, на топе еще все не так хорошо, хотя там уже просто большие крипы и поэтому там в принципе линия пушится. Войт, купол великолепный, дитяру подцепил, еще и тролляк его может бить, это минус, магу там накидали дэмэджи, но что толку, Чен в таверне, байбеков нет, расставался ССФ только чтобы подрезать дэмэдж, ну и все. Это кажется ГГ. Да, я тоже думаю, что это ГГ, потому что деф здесь без вайпера и вайпер страйка нереально, Эллидан просто пойдет сейчас в тупую в трон через 9 секунд, как у него откатится Бато Транс. Там кого-то пытается зафокусить, но нет, кот накричал, шекер опять хорошо входит, но все равно. Саппортом, понимаешь? Маг пошел ломать трон, там крипы уже ломают трон, 2300, 1500, и это действительно гуд гейм. Asus, Polar заработали потом и кровью эту квоту на ES портал. Да, стоит их поздравить, наверное, с этим. Очень трудно им далась последняя победа, так точно, но это 100%, нельзя сказать, что ребята легко и непринужденно прошлись по турнирной таблице. Если, может быть, до гранд-финала у них действительно так это и было, то в гранд-финале им пришлось попотеть. Да, изрядно попотели ребята. Ну, ПРам стоит тоже отдать должное. Они подарили нам три карты хорошей доты, три карты камбэков. Не, ПРы молодцы. К ПРам претензии Вернее, даже пять карт камбэков. Они молодцы, старались, потели, показали, что могут действительно соревноваться с командами. Наверное, такого уровня можно применить. Ну, да, я думаю, можно применить именно формулировку такого уровня. Все-таки Полары у нас серьезный коллектив. Да. ПРам не хватило совсем немножко. Конечно, ребята, я думаю, еще соберутся. Надеюсь, никто там распадаться не будет. Уже сколько они невзгод пережили. Ну, действительно, так, да, вот там по сборкам было видно. Возможно, не хватило в какой-то момент, знаешь, еще каких-то кирасок, каких-то еще чего-то, чтобы доломать бараки. Да, либо доломать бараки, либо хоть как-то удержать этого тролля. Я же говорю, все вот эти алибарды, этого не было в этих матчах, совсем не было. Почему забыли люди про все эти айтемы? Миссы, вот тому же бестмастеру запрыгнул, накричал, повесил алибарду. Да, допустим, по тебе будет все равно попадать тролль с этим МКБ. Ну, хрен с ним. Его ты там заткнешь после того, как у него Блэкинг Бар пройдет. 5 секунд этого МКБ, это же просто смешно. Ты его затыкаешь на 3 секунды или на 4, в зависимости от формы, и все. И у типа просто с его ДПСом в 500 урона в секунду минус 2000 урона из драки. Нажатием одной кнопки. Нет, это, я думаю, что ребята после игры это все разбирают, понимают, смотрят на это, чего нам не хватило и так далее. И это все уже понятно, как на листочке. Ну, вот во время прям игры не каждый командит. Да, да, поэтому мы тоже часто говорим про взгляд со стороны, да, что вот вроде бы мы тут сидим, нам пофиг, что происходит. Нам все видно. Нам не надо клацать, там руководить, чем-то следить за всей карты. Да, да, да. Надо просто сидеть, смотреть за айтемами, обсуждать, типа, хороший, плохой, мы видим ситуацию, видим, что есть такое преимущество, можно было так сделать. Они-то этого не знают, они все думают, а мы выиграем вообще или нет? Вот в какой-то момент. Да, 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 все верно, все верно. Ну, ладно, ладно, мы будем заканчивать и на протяжении всей этой квалификации с вами, по крайней мере, сегодня. И вчера. И вчера, да, работали Каспер и Годхант, еще у нас там был Вилат, был Няшхард, Адекват, кажется, тоже к нам присоединился. И все, всем еще раз спасибо и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok